Здравствуй, добрый человек! Утро сегодня паршивое, будет дождь. Кости ломит и желуд пучит. Это все от чечевицы. Сегодня на обед будет бараний курдюк. А ты любишь баранин? Да, прости, совсем забыл, всякий раз забываю. Ты добрый человек, я знаю, их много здесь перебывало. Я сразу вижу добрых людей по глазам. У тебя добрые глаза. Да, вернее, будь сказать, класс. И вот у тебя пух и кровает. Я много таких видел. Сам не раз выжигал глаза каленой кочергой, выворачивал суставы и копался, в блюхи усекая потроха. Нет, ты не подумай, мне это не понутру, я ведь не извер какой. Просто ничего другого я делать не умею. А мне нужно кормить жену и троих малых детишек. Ты меня не слушай, добрый человек, если не хочешь. Я всегда несу околисицу, когда стою вот так поутру. Что он там говорит, этот напыщенный индюк в черном бархате и пышным шелком в платке на шее? Опасные для общества мысли. Сам-то небось читать по бумажке научился, а думать нет. Угроза ее величеству и королевству? Ну, как такой добрый человек может стать кому-то угрозой? Вердикт. Слова какие чопорные знает. Если б я умел так говорить, то не пришлось бы мне вешать по утрам добрых людей. Нужно встать на подставку, добрый человек. Только аккуратнее, она совсем разболталась. Никак не соберусь подбить гвозди. Тебе трудно из-за связанных рук? Ничего, я тебе подсоблю. Давай одну ножку. Так, а теперь вторую. Молодец. Жмет веревка. Извини, ее нельзя снимать. Давай я почешу тебе выше запястья, сразу станет легче. У тебя красивые сапоги. Должно быть очень дорогие. Будут мне малы. Скорее всего, придется их продать. А я их обменяю на еду. Много еды. И расскажу жене и малышам, что это все благодаря тебе, добрый человек. Вот идет падра. Я много раз видел, как отказываются от последней исповеди. Но ты помолись, добрый человек. Станет легче. Я помолюсь вместе с тобой. Тихонько. Я всегда так делаю на казнях. Ты не бойся, добрый человек. Я вижу, как ты дрожишь. Скоро все закончится. Давай я накину тебе петельку. Так. По секрету, я смазал ее свиным салом. Так лучше затягивается. А то некоторые вешают на сухую и смотрят, как человек мучится. Корчась. Ты выдохни. Я скажу тебе, когда. Может повезет, и ты быстрее лишишься чувств. Да. И закрой глаза. Так легче. А то они часто лопаются. И расслабься. А вот шея сразу сломается. Ты такой худой. Но я тебя подсоблю, добрый человек. Я незаметно потяну тебя за поясок. Ну, за тем, чтобы получилось скорее. Но пора. Прощай, добрый человек. Я буду тебя вспоминать. Как и многих других добрых людей. Чего так тоскливо на сердце? Погоди, я вытру слезы и высморкаюсь. Ну все. Теперь я готов. Сейчас я выйду подставку из-под своих ног, и ты встретишься с Господом нашим. Ну вот и все. Ты ушел. Мир праха твоему.